Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Александровский сад в Кирове благоустроят за счет бизнеса. Разработкой проекта и его реализацией займутся кировские строители. Договоренность со строителями уже достигнута. Причем делать все они будут на свои средства, без привлечения денег из бюджета. Предполагается, что проект благоустройства будет готов в этом году. Затем его обязательно обсудят с кировчанами. Это будет в начале 2023 года. Сами работы планируют начать следующим летом. Экономика. В Кирове выставили на продажу часть торгового центра «Зенита». Объявление появилось на сайте «Авито». Собственник просит за долю в торговом центре 140 миллионов рублей и указывает на расположение объекта рядом с торговым центром «Максимум» и центральным рынком, что, по мнению автора объявления, дает хороший трафик. В ТЦ «Зенит» четыре этажа. Все помещения на данный момент заполнены арендаторами. Общая площадь объекта – 4800 квадратных метров. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Рост затрат на ведение бизнеса. Большинство предпринимателей столкнулись с ним в этом году. Инфляция, подорожавшие кредиты и логистика, экономящие покупатели. Чтобы двигаться вперед, а не выкарабкиваться, нужно четко видеть ситуацию в своем бизнесе в реальных цифрах. Как грамотно вести учет, вернее, учеты в вашей деятельности, рассказывает руководитель компании «Бухгалтеры» Я, Татьяна Максимчук. Главный, по сути дела, для компании учет – это бухгалтерский. Он формирует необходимую базу и делает сбор данных для формирования остальных видов учета. Есть еще налоговый учет, он только для налоговой. Но самый главный для бизнеса учет – управленческий учет, который формирует те цифры на основании данных бухгалтерского учета, которые нужны собственнику для принятия решений. Зачастую в компаниях ведется несколько учетов. Управленческий учет отдельно, а бухгалтерский учет отдельно. На самом деле это неправильная позиция. Лучше сразу бухгалтерский учет, чтобы формировал те данные, которые будут использоваться потом всеми службами, финансовыми, экономическими, собственникам. Порядок в цифрах, порядок в процессах. А значит и во всем деле. Навести его проще с профессионалами. Компания «Бухгалтер и я» проанализирует вашу ситуацию, выстроит систему сбора и анализа данных. С цифрами под рукой вы сможете грамотно двигаться вперед. Как начать? С консультации. Запишитесь по телефону 213-112. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 37 копеек, евро 60 и 22. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин